Елена Медони работает нянечкой в столичном медицинском учреждении. Сегодня она решила навестить могилу своего мужа, зажечь свечку в его памяти, раздать фрукты, куличи и крашеные яйца за помин его души. Так принято у нас у молдаван. Хочется и раздать что-нибудь за помин души. Традиционно раздаём, что можем, без каких-либо излишеств. Елена рассказывает, коронавирусом заболела осенью прошлого года, госпитализировали, болезнь протекала тяжело, последствия ощущаются до сих пор. Поэтому решение властей закрыть столичное кладбище на время пасхальных праздников Елена считает не просто правильным, но и необходимым. Знаю, что нельзя будет прийти, поэтому решила сейчас. Всё равно надо приходить, что поделаешь. И Лариса Райлян считает, что вниманию усопшим уделять нужно, но важно не переусердствовать. Так надо, так положено. Я не знаю, нету, по-моему, где ещё, как не в Молдове, вот так вот делают вот такие вот застолья, вплоть до того, что, извините меня, и шашлыки делают на кладбище. Зачем это надо? Кладбище есть кладбище. Это их место здесь. Здесь должен быть покой и тишина. Поманы можно давать и очень много нуждающих даже в каждом доме есть, которые голодают пенсионеры. И можно принести и супчики, и калачики, и что-то. Это самое. Я считаю, что это будет больше даже принято, чем здесь. Мы такое устраиваем в этот день. Вы видели, что творится. А эта женщина приехала из Приднестровья на могилу своего старшего брата. Говорит, в прошлом году не получилось из-за жёстких ограничений, а в этом году рада, что доехала до Кишинёва. А сегодня спасибо. Нас пропустили. Всё. Мы очень довольны. И спокойная душа, что я своего родного брата, мой старший брат. Он служил в Багванистане. Власти муниципия Кишинёв заранее предупредили, что столичные кладбища в родительский день 10 мая будут закрыты. Решение было принято в целях предупреждения распространения коронавируса. Однако желающие навестить могилы родных и близких могут это сделать в любой день текущей недели до вечера субботы. Светлана Турку, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.